Привет всем! Сегодня, точнее не сегодня, а пару дней назад у меня случился праздник живота, потому что ко мне приехал брат из России и привез много всяких разных вкусностей. Шоколад, хлеб, чай, конфеты и так далее. Ну, естественно, меня поймут те, кто живет в Турции и те, кто живет за границей. Кто живет в России, не поймет, потому что для них это вообще не праздник живота, ну а для нас это очень-очень такие вкусности, которые приносят нам много радости. Кстати, в Турции нет русских магазинов, как, например, есть русские магазины в Штатах или в каких-то других странах, русских магазинов в Турции нет. И кто бы вам что ни говорил, русских магазинов здесь нет. Можно только приобрести товары, которые, например, привозят частные лица из Украины или из России. Их можно приобрести, например, на Фейсбуке, в каких-то онлайн-магазинах и так далее. В турецких магазинах можно приобрести аналоги русских товаров, например, гречку, хлеб, похоже на русский хлеб, но русских магазинов в Турции нигде нет. Я не встречала, конечно, если вы живете в Турции и знаете такие магазины, можете рассказать, написать в комментариях, но, например, в Алании и в Анталии у нас их точно нет. Ну что, друзья, самое вкусное, что можно привезти из России в подарок русскому живущему за границей, это, конечно, что? Это, конечно же, вкусный-вкусный хлебушек черненький. Ох, этот запах, это просто незабываемый, это просто... Душу можно продать за буханочку вот такого вот хлебушка. Ну, естественно, что у нас еще вкусное? Это... Конечно, как вы думаете, что это? Это... Видите, мы ее тут уже подточили, колбасочку, не сдержались. Это у нас сырокопченая колбаска с черным хлебушком. Это просто-просто вообще объедение, друзья, объедение. Если вы едете в Турцию в гости к кому-то, не надо везти каких-то сувениров матрешки и так далее. Везите черный хлеб, сырокопченую колбасу, чай, конфеты, шоколад, селедку. Вот что-то такое, чего у нас здесь нет. Естественно, что еще? То, что я люблю очень-очень. Еще не открывала, друзья, не пробовала. Это... Как вы думаете, что это? Это... Колбасный сырок. Ой, а пахнет обалдеть. Кстати, в Турции тоже продается колбасный сыр. Он похож на русский сыр, но это немецкий сыр, который делают на дыму, коптят. И он очень похож на русский колбасный. Стоит очень дорого. 100 грамм 3 лиры. 3 лиры, это у нас получается сколько? 16 рублей лиры. Его можно купить, кстати, в любых магазинах. И продается он вот такими вот тоненькими, маленькими, круглыми кусочками. А вот такую вот палку колбасного сыра в Турции вы нигде, нигде не найдете. Ну, может быть, только в каких-то специализированных магазинах для иностранцев, не знаю. Ну, я нигде, по крайней мере, не видел. Что еще у нас здесь есть? Конечно же, русский шоколадик, шоколадик. Одну шоколадку мы уже сточили, съели. Очень вкусный, 70-процентный. Как вы видите, у меня здесь еще есть всякие разные конфетки. От конфеток у нас осталось три штучки. Мама передала все это дело. Конечно же, обалденные лимонные конфетки. И вот такие вот медленцы. Ну, в общем, все очень вкусно, очень-очень вкусно. И, естественно, что это чай с разными наполнителями. Например, смотрите, с клубникой, с малиной, со смородиной, с лимончиками, с какими-то лесными ягодами у меня здесь есть. Вот есть осенняя мелодия, какой-то чай Гринфилд. Ну, очень вкусный, с травами. Поэтому есть вот, например, Гринфилд тоже. И Аргрей. Наверное, он у нас с бергамотом идет. Ну, тоже очень вкусный чай. Кстати, в Турции продают вот такой вот чай, продают в магазинах. Во всех магазинах вы не найдете чаи с какими-то добавками, с клубникой и так далее. Они продаются в больших супермаркетах. И стоит, вот пачка вот такого вот чая стоит 5 лир. То есть, если одна лира у нас 16 рублей, посчитайте, сколько стоит вот такая вот пачка. Есть всякие разнообразные чаи. Ну что, вот такая вот у меня была радость живота пару дней назад. Скоро, конечно же, все это мы скушаем и будем мечтать об очередной посылке из России. Да, кстати, друзья, и вы видите, у меня здесь только вот много всякого разного чая. Если вы мне напишите в комментариях, продается ли этот чай, я сразу говорю, что чай как бы не продается. Его даже можете не продается. Ну, конечно, если вы дадите 100 лир вот за такую пачку, я еще, может быть, и подумаю. Но, друзья, не продается. Чай не продается. Мы его будем пить сами. Праздник живота продолжается у нас еще пару, ну, наверное, на недельку. На недельку нам хватит. Ну, а потом мы опять будем кушать турецкие продукты. Кстати, в Турции очень много вкусных продуктов, вкусных блюд, но почему-то иностранцы все равно скучают по тому, к чему они привыкли. Пишите, кстати, в комментариях, если вы живете в Турции или где-то за границей, пишите обязательно, почему скучаете именно вы. Вот я лично скучаю по колбасе и черному хлебу и колбасному сыру. Больше, больше не по каким другим продуктам я не скучаю, потому что здесь в Турции очень много всего разного. Можно и попробовать и турецкую кухню, интернациональную и так далее. Вот такие вот были у меня подарки с Родины. Подписывайтесь на мой канал. Конечно же, ставьте лайки, пишите в комментариях, что любите вы, почему вы скучаете. Я думаю, это будет интересно не только мне, но и всем, кто смотрит. Ну, а на сегодня хорошего вам дня и пока-пока. Нормально? Да, нормально. Забыла про вот эту вот, про траву. Ой, а трава это что? Я про нее не себе разбил чуть-чуть. И таблетки нам могла быть. Показать таблетки? Да, думаю. Ладно. Так, слушай, давай это самое. Ты футболку надень, сейчас с тобой снимем. Оставляй так же. Что со мной? Твои вещи покажем новые. Ой, да не надо. Игорь, ну что? Не надо, не надо. Посмотрки не надо. Почему? По шуме, походишь, шмотки не надо. Интересно. Интересно. Да ходишь в магазине, это ладно. Не стоит этого показывать. Почему? Почему? Ну, потому что... Нет, всем интересно. Настя, ну это бред. Настя, ну это бред. Русским интересно, сколько стоят вещи в Турции. Цена вещей в Турции. Я сейчас делаю это быстренько. Я сейчас делаю это быстренько.